Мы начнем с Аскаралда. Отец Наша Мраузель просил столько времени. Он ждал это время. Мы сказали, что мы сделаем для него. Он находится в нашей синагоге уже много времени. Он в старости уже не так чаще приходит, но его душа с нами вместе. Так что мы ему приветствуем, что в таком возрасте в Лоузель, что вы продолжаете, делаете Ишву своему отцу. Это большая вещь, чтобы его сход было вам, детям, семье, без отношений. Я хочу сказать пару вещей от его отца, как я услышал от него. И тоже дебридурок, который я вспомнил сказать на это время. Мраузель сам мне говорит, что его отец говорил, с Ильяву Анавиз Духалатов. Правильно или нет? Я не буду сомневаться, что... Серьезно, я не буду сомневаться о том, что если его отец, да, разговаривал с Ильяву Анавиз Духалатов. Потому что были многие бухарские евреи, которые находились в Самарканде, или в Бухаре, или других местах, которые были очень религиозны, что да, и у них было Гилюй и Ильяву Анавиз Духалатов. Да, это было. Вы не думайте, что должен быть тот же, не думайте, что только должен быть у других наций, скажем, евреев, скажем, тиманские или варканские. Это неправда, но в Бухарских было очень много. Было очень много каббалистов, очень много знали Тору. Это Тору, как положено. Это вы не думайте. Просто, unfortunately, это русские законы, это страх русский, которые нас пугали и делают такие вещи. Мы о них боялись, но были очень большие мудреца, правильно? Наши бухарцы, которые они соблюдали Тору и знали законы, и Ильяву Анави с ним разговаривал. Я слышал, тоже был еще один Рабай, его звали Рабай Ицхак Замбуров, если вы слышали тоже. Так я слышал, что с ним тоже говорил Ильяву Анави с Духалатов. Это было очень не этого. Как можно понять, скажем, вот, Морона Хамьё, что Ильяву Анави с ним разговаривал? Я хотел пару вещей говорить о том, что сила книги Тейлима. Сила книги Тейлима. Мы, в общем, я не скажу, что мы не понимаем. Мы, да, знаем, что сила книги Тейлима, она имеет очень большую силу, но сколько дает время для этого, сколько читает, я не знаю, но это большое дело. Тейлим, Тейлим читает это маршруте. Вот вы сами возьмите. Вот он сам мне говорит, его папа, два раза. Каждый день? Каждый день. Это как можно? Я столько того знаю, даже моих сыновей. Мы не можем каждый день два книги кончить. Это трудно, потому что мы заботимся, работа, семья, жена, дома, туда. Каждый день кончить два раз Тейлим. Если я говорю два раз, я намекаю все пять книг. Значит, сначала до конца. Весь Тейлим сначала до конца. Он кончал два раза каждый день. Это трудно. Слушайте, может, он не знал Гомору или остальные книги, но дать время, дать время и каждый день кончить два раза Тейлим – это большая вещь. Это очень сильная вещь. Большой возможности, что даже он сам не рассказывал, что как Илья Аунови говорил с ним отцом, и даже отец говорил с внуком, кто-то придет в сучьи дверь, дай мне знать, правильно? Потом дети пришли, сказали, да, кто-то пришел с долином бородом, и он вас ждет. Вдруг зашли, его уже нет. И отец говорит, даже вы, даже, даже вы смогли посмотреть Илья Аунови Захаратов. Именно по одной вещь работает. Гелюй Илья Аунови Захаратов, чтобы человек видел Илья Аунови Захаратов. На каждом городе, на каждом времени оно свое имеет тейс. Что это означает? Люди, как, скажем, вот, в их годах, в их временах, и его отец, жить в таких городах, и соблюдать закон, и дать такую свою душу для Тору, Илья Аунови могут появиться. Проблемы для Тору не может быть. Потому что Илья Аунови, он видит, каждый человек, сколько он может дать свою силу на Тору. В том же месте, сколько он делает Мису-Лют-Нефеш, там уже он подходит и дает знак человеку, сказать, что я здесь, если ты хотел меня видеть, я здесь. А теперь, книга Тейлим, книга Тейлим, я хочу вам одну вещь сказать. Вы знаете, вот, вот этот, наши, наши евреи Ашкеназы, мы из Фарады, есть Ашкеназы. Вот хасидусские евреи, да, они очень сильно на Тейлим. Они очень сильно на Тейлим. Они, они получили блаузель из Баалшимтова. Потому что Баалшимтов сказал, что книга «Читание Тейлима», она много что обозначает. Она очень много обозначает, и она дает много сил человеку в дальнейшем. А теперь, как это дает большую силу в дальнейшем? Как это обозначает очень много? По Кабале, по Кабале, наши мудрецы учат, что Тейлим, Тейлим, она находится в уровне сферат Малхуд. Малхуд, это шахина к душам, там уже находится шахина, как буханские говорят. И книга Тейлим дает сила, дает сила, чтобы шахина имела protection, чтобы шахина имела какой-то... Какая-то защита, чтобы хлебот не трогали шахина, и чтобы она была свобода от этих хлебот. А теперь, вот эти дни, которые мы находим сейчас, 10 дней Асер Димит Чува, Ариэль и Даниэль, которые мы находимся на Асер Димит Чува, которые будут еще два дня Йома Шаббат, эту неделю Кипур. Очень важно знать, каждое, каждое лишнее время, каждое лишнее время, которое человек может иметь в этих днях, это хорошо, чтобы он читал Тейлим. Когда он читает Тейлим, он дает силу на шахина душа, дает силу тоже себе, так? И тоже для Йом Кипур, он дает ему прибавить его к жизни и в будущей ему семье. Почему? Он спрашивает, если не только время ночью, если читать. Погромче. Is he a lot to read at night? Тейлим? Он чуть не работает, только времени... Ну, я слышал так, я слышал так. Вообще, читание книги Тейлима, это не так хорошо вечером читать. Вся секрет читания Тейлима, это с утра или же после хатсот. After the midnight, one second. After the midnight. Значит, сегодняшний midnight, это 12.42. Или 40, скажем, 12.40. После 12.40 можете читать Тейлим. Или же потом с утра до sunset, пока солнце идет вниз. А теперь, те люди, те люди, которые у них есть каждый день Тейлим. Скажем, он читает каждый день. Скажем, есть читание Тейлима недельный. Есть каждый день, есть месячный. Но каждый он читает. И вот, скажем, он каждый день читает по 15-20 минут свой Тейлим. Так заканчивает книгу на целый месяц. Но он это делает каждый день. Это, как говорится, закон. Что-то случилось. Сегодня он не почитал. Был занят, жена болела, пошел к врачу. Что-то не получилось. А теперь он знает, завтра ему будет трудный день. Тяжелый день. Еще другие вещи нужно делать. Что ему делать? И он хочет читать Тейлим вечером. Можно или нельзя? Есть мудреца. Палаха дает ему разрешение. Почему? Потому что он каждый день имеет это. Это не, что он вдруг захотел с Тейлим. Сейчас он вечером хочет начинать. Это не так. Он, это у него как золото. Тейм разрешает. Но если человек, вдруг, у него нету такого, как каждый день. И он хочет, сейчас вечером, сейчас времени не было. Это не так хорошо. Лучше он должен знать, когда можно, если что-то случилось, как я сказал сейчас. Но он каждый день читает. Нечто вдруг. Нечто вдруг, сегодня он понял, что это хорошо читать Тейлим. И он кипу приходит, мне времени сейчас нету, я буду вечером читать. Лучше читать это автономно или утром. Конечно, если ты мне спросил вопрос. Вот вечер прошел, у меня есть два варианта. Или телевизор посмотреть, или Тейлим читать. Который из них. Конечно, я сказал ему, что он Тейлим читал, чем телевизор смотреть. А так, человек уже должен сам понять, что делать. Да, что вопрос? Если у человека есть социальности. Лучше я могу говорить. Если человек работает с утра до ночи, только утром есть время. Или помогите Шахарит, или Тейлим сказать, что он должен делать? Шахарит. Я думаю, что он едет сюда. Если у тебя есть шанс, или Тейлим говорить, или молиться, конечно, ты должен молиться. А потом сказать, если время есть Тейлим. Потому что молиться, молиться, это одно из них митцвот, которые мудреца сказали, три дня в день мы должны молиться. И эти молитвы, это нельзя их изменять. Тейлим, это большая вещь. Да? Но ты должен посмотреть. Тебе не обязательно сказать Тейлим полчаса. Ты можешь сказать пять минут. Два-три страницы только. Не обязательно сказать очень много страниц. Так ты можешь потихоньку закончить Тейлим тоже. Если захочет на себя это сделать. Да? Но молиться по закону, это в первую очередь. Сперва. В первую очередь Шахарит, Минха, Арвид. А потом остальные вещи. Так что Сефер Тейлим, она большая вещь. Что, конечно, это не говорится о том, что я не буду Тору заниматься. Я только буду Тейлим читать. Это тоже неправильно. Тейлим должна иметь свою ссору. Просто что я хочу сказать. Что она такая сила имеет Тейлим. Ну, серьезно. Даже мудреца написали на Гмара. Написали. Что Давида Мелех. Давида Мелех сказал. Что мои Тейлим были как Гмара. Как на Гаим в Охолот. Есть такой гомаран на Гаим в Охолот. Что мой Тейлим был как на Гаим в Охолот. Значит, как будто бы я учился гомаран на Гаим в Охолот. Это очень трудный гомаран. Так он просил Аташема. Что он зная, что цифер Тейлим большую вещь. Но это не говорится, что нам это только Тейлим. Нет, это неправда. Тейлим. Это только ты должен каждый день дать себе время. Пару Тейлим, пару пустуким сказать. А потом, конечно, учиться Гмара тоже. Шурхан Ару. И тоже и остальные вещи. Что сказать, работай. Вот это время уже подходит. Девять с половиной уже. Что сказать. Что я очень приветствую нашим бухарским евреям. Серьезно. Что наши бухарские не были меньше никого. Серьезно говоря. У нас бухарские были тоже хабала знали. Тоже говорили. Это делали. Тоже делали министры Днефеевич. Очень много было. Просто наши бухарские, они были очень скромные люди. Правда говорю. Очень скромные люди. Они не кричали громко. И я помню, даже мой отец рассказывал, что мой дедушка, у него столько книг было. У него не было возможности от страха этого сволочи, этого России. Он взял, дедушка, Горкову, дедушка, взял и похоронил всех книг. Почему? Чтобы не пришли ни КГБ, все остальные. Сказали, а у тебя есть религиозные книги, сейчас ты будешь в тюрьме сидеть. Хорошие 25-30 лет. 25 лет. 25 лет. Да что такие книги есть? От этого страха он взял все книги, что у него было от отца и прадедушки и прапрадедов. Все книги, что были, все большой-большой, куча взял. И всех поставил в кладбище, чтобы ничего не сделали и евреи плохо не сделали. У нас больше, в Бухазге было больше, в Бухазге тоже было. Знали Тора, Тейлейм. И чтобы вы знали, все, в котором мы здесь находимся, в котором мы сейчас сегодня сидим, все это не захуёт мы находимся здесь. Это не просто так, я нахожусь здесь, потому что я хороший мальчик. Нет. Это дедушка, прадедушка, все остальные, которые с нами находятся, которые за нас молятся и все остальное делают. Нужно все это приветствовать, нужно уважать. Особенно, как человеку нужно дать уважение о том, что, смотря столько лет уже прошло, Мулау Зиель еще продолжает соблюдать, сколько сил имеет и делает, и еще поминку отцу делает. Это очень и очень, а еще большая вещь. Мы должны приветствовать и дать большой кого-то наших бухазгских мудрецов, которые дали свою душу для Тору, несмотря на эту вредную и плохую власть России, которую только из обучения сделал нам евреям. За день в Иерусалиме они могли 20 лет в тюрьму следить. Только за что он сказал в Иерусалиме. Ну, Бархушев, сегодня мы им фридом. Я что хочу сказать? Работай, что вот емкий приходит. Даниэль и Леви. Емкий приходит. Каждый из нас должен сделать чува. Чува, чува это подарок, это present. Это present, это literally present. Чува это подарок. Нам каждый из нас должен знать наши минусы, наши нехватки. Что я могу добавить, чтобы близко быть к Богу? Это не сказать себе, что я, окей, я делаю и это, я делаю и это, я делаю, это хватит. Нет. Всегда должен человек добавлять. Всегда должен человек. Я хорошо с людьми не разговариваю. Сегодняшний день я буду разговаривать с людьми красиво. Это митва. Не думайте это простая вещь. Я всегда грустный. Хас-ха-шалом. Сегодняшний день я буду работать с собой, чтобы быть радостным. Это не смешно. Радостным. С водки или без водки. Дазельметр. Я буду работать с собой. С сегодняшнего дня я буду, я не буду в глазах смотреть на людей. У него что есть? У него что есть? У него что есть? Нет. Что у них есть, чтобы на здоровье. И что у меня есть, тоже большое спасибо. Я иду дальше. Я буду работать над собой. Сегодняшнего дня я папу и маму не уважал достаточно. С сегодняшнего дня я буду работать с собой, любить и уважать папу и маму и дать им уважение. Это митцва. Это не только митцва сказать, я делаю, это шабота. Нет. Все нужно добавлять. С сегодняшнего дня я не имел... Каждый должен свой этого знать. И за это работаю. Еще два дня. Еще два дня все кипор начинается. Кипор нам была долгая жизнь без Аташи. Долгую жизнь без Аташи. Блаузель. Мы вам желаем хорошего успеха. Чтобы Ашем вас записал в книгу жизни. Брахам вас наха. Вот. Чтобы, как говорят, бухасы говорят. Орок и подар. Вам был Яр. И всем остальным тоже. Детям. Остальные свадьбы других внуков. Чтобы все евреи пошли на дорогу Тор без Аташи. Чтобы все близки к Тору были без Аташи. Чтобы все было хорошего года. Чтобы евреев очень много. Чтобы все было интегурации. Чтобы все было интегурации. Чтобы все было интегурации. Внея и Девидас. Баруха на луна. Аминь и аминь. 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 Аминь.